Портник Феминитивы соблюдаешь хотя бы какие-то нормальные Дай Привет, у тебя что-то срочное? Да Я немножко занята Юлия взволнованно сообщила Марии, что только что видела Никиту в стриптиз-клубе, куда ходила на девичник с подругами Никита танцевал стриптиз на сцене Ты ничего не перепутала? Но этого не может быть Я несколько раз переспрашивала, но Юля была совершенно уверена, что Никита выступал в стриптизе А что вы говорите, а что не так? Портниха? Портная, блядь, ну портная, ну портниха, блядь Ведь он работал программистом В тот вечер Мария так и не смогла дозвониться Да, покажите, кто написал эту музыку, я ему отсосу это превосходно И отправила ему эсэмэс, назначив встречу на следующее утро Привет Привет, а что, что с тобой, Маш? Что случилось? А, 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 а что? Ничего, не хочешь мне рассказать? О чем ты? Ладно, спрошу по-другому Где ты был вчера ночью? Вчера ночью я дома спал Ну, а до этого в клубе Вот именно в клубе И тебя там видели Танцы твои Никита, это правда? Что, правда? Что такого, блядь? Ну, блядь, он же Он же, ну, ни с кем там, я понимаю, если ей позвонили, сказали, он там женщины типа, что-то там, ну, лижутся стоят Это одно А другое дело, блядь, ну, чел отдыхал, ну, и че, блядь? Что ты танцуешь стриптиз? Ну, выглядел глупо, возможно, ну, а что такого? Я реально не понимаю Да, Маша, это правда Ты все это время, ты, ты же мне ни слова не говорил Она, наверное, она, наверное, расстроилась, что он ей стриптиз не танцует А как ты можешь? А почему ты так реагируешь? Ну, Маш, ну что, я людей по ночам убиваю? Ну, стриптиз это тоже работа Господи, как я не замечала Замечала, потому что думала, что я с утра до ночи сижу над своим проектами А я тебя об этом, ну, не разобеждал Я не понимаю, ты что, мало зарабатываешь? Тебе денег не хватает? Если ты помнишь, у меня есть сестра младшая Ну, помню, она здесь при чем? При том, что я оплачиваю ее обучение А мои проекты, это вещь нестабильная Сегодня есть, завтра нету Мне нужна какая-то подработка А стриптиз самая стабильная работа на свете Полностью Хорошо, я все могу понять Сестра, надо помогать Но почему именно стриптиз? А почему нет? Да я не знаю Это как-то Реально, блядь Пошлый Неприлично Что прилично? Ходить, снег разгребать? Или там вагон разгружать? Все равно, танцы это одно А стриптиз это совсем другое Маша Я занимаюсь только танцами Ничем О чем ты думаешь? Почему ты мне сразу не сказал? Я не сказал, потому что я боялся, что Что ты вот так отреагируешь, как сейчас А как я должна реагировать? Прыгать до потолка от радости? Гордиться тем, что мой парень стриптизер? Ну вот, а нахуя тогда спрашиваешь Что ты мне не рассказал? Ты сама я не сказал? Ты права, Маш Здесь гордиться нечем Но Да я и сам уже думал это бросить сто раз Мне просто нужно скопить еще немного денег Денег, чтобы Еще немного времени Ты потерпишь? Давай, затерпи, затерпи Давай, давай, затерпи Так, если ты пообещаешь бросить Уууу, затерпела, бля Маша Я обещаю, я брошу Никогда меня больше не обманывай Хорошо Никита наконец-то объяснил мне Мужчина занимаешься портновским делом И шитьем называет портной Если говорить о женщине, которая занимается швейным делом Блядь, улетела Стой, да хватит, чат, стой, остановись Да подожди, блядь Ты издеваешься надо мной, что ли? Вот, да стой Ну, короче, да Швейным делом То правильное употребление слова швея Либо портниха Ну портниха, ну портная же, блядь, портная Нахуя портниха, блядь Ну портниха звучит так, как будто, блядь, не знаю Слониха, как-то я хуй знаю Портниха, блядь Портная, хорошее слово, отличное Смириться, ведь он, по крайней мере, пообещал уйти из этого клуба Ну и, конечно, его оправдывала цель А ты затерпела по факту Ведь не ради себя он пошел на такое После встречи с молодым человеком Мария отправилась на примерку к клиентке По дороге она позвонила подруге и пересказала ей свой разговор с Никитой Выслушав Марию, Юлия посоветовала ей не быть такой наивной И высказала подозрение, что Никита, скорее всего, не просто танцует, но и работает мужчиной по вызову Да ну ты что, с ума сошла? Этого быть не можешь, с чего ты взяла? Однако Юлия стояла на своем Она рассказала Марии о знакомом стриптизере, который порой подрабатывает таким образом Вот эти все, вот это У меня есть знакомый, который, вот когда ты рассказываешь что-то, да, и когда у тебя аргументы кончаются, ты начинаешь такой Ну вот те начинают точнее Да у меня так же знакомый один в один, такую же хуйню прогоняешь Идя после выступления с посетительницами Ну знаешь что, твой знакомый это одно, а мой Никита совсем другое И я ему верю, поняла? Мне даже слушать это было противно Юля, может ты хотела как лучше, но она не имела никакого права говорить, что Никита на такое способен Он честный и верный И мне не хотелось верить Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим Весь день Марии не давали покоя слова Юлии В конце концов, она решила прямо поговорить с Никитой о его подработке Слушай, я тут у тебя спросить хотела, ты только не злись, пожалуйста Это по поводу твоей работы в клубе Маш, ну я же тебе уже все рассказала Да я знаю, ну, просто мы тут с одной женщиной в интернете разговаривали В интернете, значит ты уже об этом в интернете с кем-то переписываешься, да? Да ничего я не переписываюсь Ну, мы просто с ней общались и Оператр, бля, ваху Мы не переписываюсь Ну, мы просто с ней общались и В общем, она сказала, что Ну, что мужчины, которые в стриптизе, они еще и по вызову работают Нихуя в отню Да, значит так ты обо мне думаешь, да? Слушай, я не знаю, о чем там твоя женщина знает Видно, у нее богатый жизненный опыт Да я понятия не имею, знает она, не знает Я же у тебя спрашиваю Слушай, я вообще жалею, что тебе об этом рассказал Потому что ты сегодня такого напридумываешь, что я и... Да ничего я не напридумываю Я просто спрашиваю Слушай, стриптиз это искусство такое же Я занимаюсь именно им, а ничем больше Ты только что сказал, что это ради денег Теперь ты считаешь это искусством А-а-а, буду знать Сразу видно, что человек не пиздит Ты же самое сказала Ну, то есть написала Что не верю Ну и правильно И вообще, давай об этом забудем уже Об этой теме А давайте забудем, реально, охуй, забили А ты... ты сегодня приедешь ко мне? Ну, конечно, приеду, ты чего? Мне было очень стыдно перед Никитой Зачем я завела этот разговор? Только настроение ему испортит Верит возлюбленному А ебай, как мне выглядят Я тебя так знала, что он... Хорошо выглядит, отлично Когда бы мне не изменил С другой стороны Он еще раз убедил меня в этом В ту ночь Никита, закончив работу в клубе Должен был приехать к Марии домой Но его долго не было Опа! Девушка не раз пыталась... Заказ отрабатывал, бля Все, паникуй, паникуй Звонится, но телефон Никиты не отвечал Все, бля Вот так Господи, ну где же он? Надули, бля Никита пропал Я очень волновалась Ведь такого раньше с ним никогда не было Если мы договаривались встретиться А он опаздывал или задерживался Он всегда меня предупреждал А тут ни звонка, ни смс Вот так, все, все Я очень боялась, что с ним что-то случилось Бля, больше, давайте больше Семь минут прошло Уже 50-я заставка, бля Идет просто после каждого предложения Нахуй выставлять эту хуйню Мария не спала всю ночь Но и к утру Никита не объявился Ах, он не пришел Просто хуй забил на нее Куда в стриптиз-клуб, надеюсь? Однако клуб был закрыт для посетителей Девушка, извините Да Вы здесь работаете? Ну да, работаю А что? Как вас зовут? Света Меня Маша, очень приятно Послушайте, вы не знаете случайно Никиту Казанцева? Он у вас танцует? Никиту знаю, конечно А в чем дело? Да, просто я... Я его девушка И вы не скажете Мама, он сегодня... Лена, что, был на работе? Был, конечно, отработал Все нормально с ним Да, он телефон не берет И ко мне не пришел Я волнуюсь, переживаю А вы не видели случайно, когда он ушел? Случайно видела Сразу после смены он ушел Ночью с девушкой какой-то С девушкой? Да, с девушкой Отрабатывай, пошел Маша Мне было обидно и больно Я-то волновалась, думала, где его искать Да ладно, не плакай, да все Юля оказалась права Никита мне врал Да блин, Маш Он ушел из клуба с какой-то девушкой И я... Блин, смотрите, она реально расплакалась Я в ахуе Актриса Я понимала, что это означать может только одно Давай, пересказывай, давай Мария Ефанова Мы, блядь, 8 минут серии прошло Нахуй ты нам это все рассказываешь Я не понимаю, блядь Средоточиться на работе Никита несколько раз звонил ей Но девушка сбрасывала его звонки Только к вечеру Мария нехотя взяла трубку Никита попросил у нее прощения И пообещал, что приедет Маш, я тебе сейчас все объясню Пошел Это просто какие-то недоразумения дурацкие Ну как? Да ладно Да? Да ладно И вообще спасибо, что трубку взяла А хотела не брать Просто перед клиенткой неудобно стало А я тебе, между прочим, вчера раз 30 звонила Но тебе, наверное, тоже перед клиентками неудобно было Да какие клиентки? Наш, ты чего? Туда, блядь Туда его Да ко мне просто сестра в клуб зашла Сестра? Ну да В клуб? Да Ночью? Ночью? И так удобно было Она и зашла Никита выкручивался Придумывал какие-то оправдания Говорил, что ушел из клуба с сестрой Правильно, правильно Но я ему все равно не верила Правильно, правильно То есть вы не дома ведитесь А вы так ночью в клубе? Да Ну, послушай Я уже заканчивал работу Тут она зашла От ней какой-то мужик сразу пристал пьяный Мне пришлось ее защищать Вот, а потом я, конечно, проводил ее домой Ты как, станцевал эту мужику? Ну, позвоните хоть До сестры, да ебутся Он подходит, оставь ее И такой, пошел И мужик реально отпускает такой саморе Такое все, гипнотизирует Почему ты смс не прислал? Почему ты трубку не брал? Я об этом сейчас тебе и хотел сказать Я телефон забыл в клубе Когда вспомнил, уже поздно было Вот А как сразу его забрал И тебе позвонил А, не, чтоб к ней прийти сразу На, понял, понял Ну, что ты, не злись Да терпи, терпи, затерпи Давай, затерпи Машка Только больше так не делай Да все, все, затерпел Конечно Ну вот, в очередной раз Я накинулся на Никиту Со своими подозрениями Все, все, Маш Прощай, мужика потеряешь Ты че, одна останешься? Давай, прощай, прощай Все, правильно? И я даже разозлилась на себя За то, что сразу подумала о нем Самое худшее Во-во-во, все Хорошо еще, что он буквально заставил меня Себя вини, давай-давай-давай Ты виновата, что он не пришел Все здорово На следующий день Никита привел в гости к Марии свою сестру Аллу Чтобы представить девушек друг другу Наконец-то ты нас познакомила Ты все обещал, обещал Никак времени не находил Слушай, а ты мне сошьешь такое платье? Только белое? Или нет, голубое? Ребята, это офис Дэмбэра Вот так у нас шьется Шьется одежда Только сначала надо мерки снять А, хорошо Ну, я готова Ну давай сначала хотя бы чаю попьем Нет Как хорошо, что ты наконец нас познакомила А то все, завтра, завтра, потом, потом Ну вот, и мне то же самое говорим Я смотрю, вы уже тут сдружились, да? Я же все-таки познакомил? Да-да Да, Алла Брат у тебя просто замечательный Это правда Он самый лучший Чайник принеси Да, а то он меня засмущает И вообще, ты знаешь Он самый чуткий и заботливый И Ты знаешь, после смерти родителей Он остался единственным родным человеком Во всем белом свете для меня Я знала, что родители Никиты погибли Но он особо никогда мне об этом не рассказывал И тогда я все поняла Как много они с сестрой пережили И почему он так о ней заботился Ладно Ну что, давайте чай пить Давай, не ливай И ты знаешь Вся эта работа в клубе Все это занятие стриптизом Это все только ради меня Чтобы мне помочь А сама себе помочь не хочешь? Нет, блядь? Я знаю Немножечко булочками пошевелить Как-то поработать Что-то подумать С листовочки Нет, нет И я скоро встану на ноги Сама Начну зарабатывать И Никите не придется этим заниматься Ну сейчас я не хочу зарабатывать Я сейчас хочу, чтобы за меня Брат танцевал стриптиз И давал мне деньги Очень на это надеюсь Сейчас я не буду зарабатывать Сейчас не могу Я тебе обещаю Я тебе обещаю Нравилось Раньше я ее представляла себе Совсем по-другому И совсем недавно Когда я злилась на Никиту Из-за стриптиза Я даже винила ее во всем А оказалось, что она очень приятная девушка И она обожает своего брата На следующий день Мария пришла домой к подруге Чтобы покрыть ей новое платье И заодно поделиться с ней последними новостями Ты только дружно из-за того, что ты ей платье шьешь, блядь Зря я его, оказывается, приревновала Это девушка, которой он из клуба Сейчас подруга опять ей наплетет что-то Она такая Да, реально Каждую серию, блядь, одно и то же Честра Какая-нибудь Вот заметили? Каждую серию одно и то же Есть женщина У женщины происходит какой-то казус Есть две стороны Которые ей сидят Ну вот с разных сторон на ушах Нахуй Как ебаная лапша И одна лапша ей такая Ну вот, вот та сторона ушей, блядь, плохая Она к другой стороне Вот эта плохая Сейчас начнется Она сейчас опять подруга ей наплетет Она обосрется Пойдет к парню Парень ей такой Да не, вот бля, кофе И зовут ее Алла Очень милая девушка Он нас уже познакомил Ну да, ну конечно Сделай покороче, пожалуйста Нихуя завидует, завидует Еще короче Конечно еще короче Ну мы шо, ты не видишь, что ли, как я похудела? И все равно не показывает Видно, видно Повыше Так Только вот единственное, что меня беспокоит С тех пор, как я узнала, что он стриптизом занимается Мы постоянно с ним стали ссориться Не знаю Но ведь это просто танцы А че, рейд какой-то? А кто? Я не вижу рейд А, Т2Х2 Спасибо большое за рейд Блин, я не увидел Сори Спасибо большое Ребята, присаживайтесь Спасибо огромное за рейд Присаживайтесь Доставайтесь Если что-нибудь покушать Мы смотрим Не ври мне Вы, по-моему, второй раз Мне ТОХа дает рейд Когда мы смотрим Не ври мне Ну только начало, короче Рассказываю Вот есть вот эта женщина У нее парень Парень начал втайне от нее заниматься стриптизом Ради своей сестры На хлебнице Которую просто нихуя не делает И вот пока что Она его подозревала в измене Но на самом деле Пока что факта не было Маш, ну какая ты смешная Ты правда так думаешь? А это завидует Завидует Сразу видно В смысле, что все стриптизеры Занимаются эскортом Понимаешь? И тогда из клуба Он не со своей сестрой вышел С этой Алой А с кем-то другим А с сестру он тебя познакомил Для того, чтобы тебе глаза замылить Чтобы ты ничего не подозревала Ой, не говори ерунды, пожалуйста Она завидует Сразу же видно Будь не может Вот хочешь Хочешь я прямо сейчас ей позвоню И она тебе все подтвердит Конечно подтвердит Бля, прикиди сейчас Она же брата своего Должна прикрывать? А? Да, должна Я Я все равно в этом не верю И давай больше не будем Об этом, пожалуйста, говорить Давай не будем об этом, пожалуйста, говорить Маш, слушай, делаешь покороче, а? Да куда, короче-то? Куда еще-то, блин? Чуть-чуть покороче И в этих все-чуть Ты из платья футболку хочешь делать Или что? Находи еще короче Короче, ладно Эти? Но ведь у нее заостренность Вот эта, типа, на своей женской Своей женской внешности Вот И она, наверное, ей немножко завидует В том плане, что у нее мужчина Там Ну, раз она просит Платье покороче Значит, она хочет Чтобы на нее очень много Мужчина обращала внимание Да, так скажем А тут подруга Которая уже с мужчиной Она по этому ей гадости Да, один раз Юля оказалась права И именно благодаря ей Я узнала, что у Никиты есть тайна Но я не понимала С какой стати она подозревала Никиту во всех смертных грехах Еще и Аллу приплела Вместо того, чтобы порадоваться за меня Она просто пыталась испорчить Прошло несколько дней Вечером, когда Никита отправился в ванную Мария наводила порядок в комнате Как вдруг заметила, что из кармана брюк Никиты Выпала какая-то записка Мария прочла ее Спасибо за ночь, красавчик Ты просто ураган Назвони Этого не может быть В записке был указан номер мобильного телефона И почерк был явно женский Да еще Да там губная помада Отпечаток губной помады Ну да, говорит Почерк явно женский Тут уже не надо было никаких догадок Все и так было ясно Да-да-да Любая женщина после того, как С ней проведут ночь Она говорит Она оставляет записку Спасибо за ночь, красавчик Ты зверь Как только Никита вышел из ванной Мария предъявила ему свою находку Предъявила Что это? Ты о чем? Ну? Кто это писал? Спасибо за ночь, красавчик Это тоже сестра? А вот здесь ни при чем Вот именно Ты мне врал А она тебя прикрывала Это так ты танцуешь? Спишь с женщинами за деньги? Да ты что несешь? Ну дай мне хоть слово Бесплатно? Ты что несешь? Сказать? Ну говори Я бесплатно Говори Я не знаю, что это Это не мое Да ладно Ебать, он на нее бычатся Сори, сори Сори, сори Сори, сори Говори Я не знаю, что это Это не мое Да ладно Да Я говорю правду Это не мое А чьи Я не знаю Наверное парни в клубе так пошутили По-дурацки Я тебе не верю Не веришь? А вон здесь номер есть Возьми и позвони Во всем сама убедись И позвоню А ты позвони И позвоню А ты позвоню Сейчас твоего телефона Возьму и позвоню Давай Сверяясь с номером Указанным в записке Мария А ну-ка На звонок ответила Женщина А вы знаете Никиту Казанцева? Да Это вы ему записку писали К несчастью Незнакомка подтвердила Что писала записку И сообщила Что у нее с Никитой Любовные отношения Я поняла Я тебя ненавижу Блин, как она хорошо играет Блин, она реально охуительно играет Без шуток Блин Очень больно Смотрите, как хорошо Смотри Я тебя ненавижу Было очень больно Ебать 3000 рублей за смену заплатили Вот отвечаю Я набрала Там косарь кто не умеет играть 3000 кто умеет играть Номер И в глубине души надеялась Что это и правда окажется Глупым розыгрышем Но та женщина Она Просто издевалась надо мной Она с таким удовольствием Стала рассказывать Что у них с Никитой роман Мне стало так Он меня сна... Алло, алло Слышно меня, да? Сначала он меня так Потом так Да-да-да-да-да Да перескажите, да? Вы вообще забыли, что только что было Да еще и посмеялась надо мной Че, Никита, как будешь оправдываться, блядь? Да? А ты сам не мог мне признаться? Да, Туря Духу не хватило, да? Да еще и заставил мне звонить ей Унижаться За что, Никит? За что ты так издеваешься надо мной? Да нет, это ты надо мной издеваешься Я же говорю, не знаю, кто это Это розыгрыш какой-то Наверное, просто имя ее забыл, да? Всех ведь не упомнишь? Сколько она тебе платит? Не надо со мной так Знаешь что? Уходи Маша, Маша, ну ты чего? Маша, Маша Ага, что? Сразу запаниковал, без хата останешься, да? Давай, давай гулять, чел Ты проиграл этот бой Пошел вон, все окончено Я знала только одно Быть вместе с человеком, который не изменил, я не могу Это подруга твоя, Тигарю Было очень тяжело, но я решила, что нам с Никитой надо расстаться Да ты шо, блядь? На следующий день, когда Мария ехала на встречу с новой клиенткой 12 рублей, ебать, это когда снимали? В 2010, блядь? 12 рублей проезд, я в ахуе, блядь 12 рублей на коллегу Никиты из ночного клуба Светлану Чего ты дергаешься? Слушай, что это Никита к имени делает? 12 рублей проезд, я в ахуе, блядь Позвонит, позвонит Отвечай, я помню, я в школу ездил за 15 рублей Был момент, когда 15 рублей В начальной классе я ездил за 10 рублей Вроде бы Бля, пиздец Как это, давно снимали? Написано 2015 здесь, но мне кажется, это не 15 Нет Выпуск, скорее всего, 15-го года Они же снимают вообще У них, короче, там Вот без шуток, у них в году 15-м Выходили выпуски, которые они, ну вот Где-то я придумываю, ну где-то, чтобы понимали Там в 2011-м были сняты Они же снимают пиздец, у них сейчас, наверное, просто Сервера этих серий, реально Они их снимают просто Вот даже сейчас, не в Римне, которое выходит Если он выходит Это по-любому то, что они снимали в 2015-м году Вот такая хуйня И все, дело в шляпе Света Лид, давай тебе перезвоним В чем дело? Вы кто? Да что, ты не узнаешь? Я Маша Девушка, Никита Это ты сейчас обо мне разговаривала? Причем здесь ты вообще? А что она говорила? Ну-ка, ну-ка В чем дело? Это Маша его бросила Я Маша Я, говорит, ну Она сидит прямо перед Машей А Маше его бросила Девушка, Никита Это ты сейчас обо мне разговаривала? Причем здесь ты вообще? Почему тебя должна узнавать? Я таких Маш, по сути, нигде не вижу Всех не упомнишь Хватит врать С кем ты сейчас разговаривала? И что вам от нас с Никитой надо? Слушай, от вас ничего не надо Причем здесь ты вообще? Почему ты разговоры чужие послушаешь? Слушаешь Тебе это не касается? Да реально, на насаде ли это? Не знаешь, касается И ты мне сейчас все расскажешь Еще чего не хватало? Ножик, нахуй Ты сейчас мне все Ну, если ты хочешь знать Я не про тебя говорила Вообще, почему ты ко мне докопалась-то вообще? Смешу тебя как-то, что ли? Остановите, я выйду Имею в виду Я тебе все равно не поверила 12 рублей за потерь Слушай, мне не менее на здоровье Мне плевать И ни одному слову Светлана не поверила Все слишком совпадало И даже наши с Никитой имена А задача на встрече со Светланой? Лида, с которой она разговаривала по телефону Наверняка я была той девушкой Которая написала записку И я собиралась выяснить все до конца Не теряя времени даром Мария вновь позвонила по номеру Указанному в записке Но на этот раз незнакомка не ответила Тогда Мария позвонила своему однокласснику Который работал в органах И попросила его выяснить фамилию И адрес Лидии по номеру ее телефона Я тогда была настроена очень решительно Еба, ты посмотри на нее По номеру ее телефона Я тогда была настроена Просто, блядь, спецагент Я в ахуе, блядь Я очень решительно Мне хотелось, чтобы эта Лида Ответила за свой поступок Это парень, у нее песни есть Уже через час Мария была возле дома Лидии Она уговорила девушку выйти к ней Для серьезного разговора Сначала Лидия не хотела ни в чем признаваться Но вдруг Мария заметила на ее руке Обручальное кольцо И пригрозила интриганке Рассказать обо всем ее мужу Стой, 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 подожди Ну, давай только без мужа Что, штаны навалила, блядь Хорошо? Пожалуйста Давайте разберемся вот между собой сейчас Давай, давай Все решим и только без мужа Хорошо? Давайте решим Так что, это все-таки правда? Сейчас, прикиньте, муж выходит А там вот ее парень Вот это будет разъебля По-любому что-то такое будет Да нет, ну какая правда? Ну я его даже знать не знаю, ты понимаешь? Ну видела пару раз в клубе Ну когда к Светке, в общем, приходила Все Тогда зачем весь этот цирк? Ну для Светки Ну попросила она меня Я не понимаю Ей-то это зачем? В общем, влюбилась она в твоего Никиту Я не... А телефон? А телефон? Я не... А телефон? Да А записка эта? Почему телефон твой? Понимаешь, мой телефон Потому что Ну нелогично будет Ее телефон писать Потому что он ее знает Она хотела вас рассорить Чтобы у нее шанс появился Понимаешь? Ну дура Стерва Ну и не без этого Слушай Ну прости меня, пожалуйста Только давай Ну мужу ничего не рассказывай Подруг себе Подруг себе Нормально Ты смотри Ты теперь Это самое В моем владении Теперь Вот реально Вот Все что Я бы на ее месте Реально такое Все что Я тебе буду звонить На телефоне 24 до 7 Все мои приказы Выполнять Короче Ха-ха-ха-ха Иначе я все Мужу расскажу И все Очень тяжело На душе От подлости Ночью звонит Сейчас к тебе приедет человек Ты берешь коробку Везешь коробку Знаете Вместо Там тебя будет ждать Человек с деньгами Берешь деньги Привозишь по адресу Оставляешь Уходишь Глупости совершенно Посторонних людей А самое страшное Что они добились Своей цели У них получилось Поссорить меня с человеком Которого я так сильно любила После разговора с Лидией Мария позвонила Никите И попросила его о встрече Молодой человек согласился И вскоре пришел К Марине домой Обыженный ты какой пришел Слушай Я поговорить с тобой хотела Слушай Я виделась с Лидой В общем она мне все рассказала Ну что это она все подстроила Мне правда так стыдно Я Надо было сразу тебе поверить Я не могу Так стыдно Блин охуенно Смотрите Надо было сразу тебе поверить Бля я не могу Буду знать Прости меня пожалуйста Да ладно Маш Я не обижаюсь Я же понимаю Как это со стороны Выглядело Да я бы и сам засомневался Да я Нет Бля я бы сейчас танцевал Ты бы уж точно Не засомневался Тем более Не прогнал бы меня Да я не знал Как тебе доказать Я этой Лиде Сто раз звонил Она трубку не брала Да и Света эта хороша Знаешь Говорят Нет Ничего хуже Отвергнутая женщина Да уж Это точно Кто да Я первый раз слышу Кто да Говорит Ты ничего не должен был Мне доказывать Прости меня Хорошо не обижайся Раздевайся Ужинать будешь? Да Я очень голодный Мне уже все равно было Кто там в чем виноват И за кого мы с Никитой Поссорились Больше всего Я боялась Что он настолько на меня Обиделся Что никогда меня не простит Но когда он все понял Я в который раз убедилась Как мне повезло с парнем В тот же день Мария зашла к подруге И принесла ей платье Мария мне не нравится Она что-то мутит Короче Я вам серьезно говорю Что-то есть такое Что-то прям серьезное Которая та просила укоротить Ну так вот Теперь все выяснилось И Никита ни в чем не виноват Да? Ты уверен? Не В смысле уверен? Да ты что пошла? Ну я же тебе только что Все рассказала Ну конечно уверена Ну и зря Почему это? Ой, Маша Допустим, все это розыгры Не твой холодильник? Что-то там лазишь, блядь А нет, ее, ее Это же ее квартира В данном случае Никита совершенно Ни в чем не виноват И Светка все подстроила Да? Ну? Хуй гну, блядь Че ну-то? Это ничего не меняет Понимаешь? Да как это не меняет? Это все меняет Это абсолютно все меняет Никиту оклеветали Ни с какими клиентками Он не спал Никаким эскортом Он не занимался Блядь, представляю Вот эта женщина Которая вот сейчас отыгрывает Мне кажется Она после этой смены Когда они ту серию сняли Она пришла такая Вахуй, короче Домой сидела, блядь С семьей кушала Я такие Ну как съемки? Она такая Блядь, я вахуй, блядь Ну там просто все Какие-то, блядь Пиздец Просто, блядь Мы там снимали сцену Там Женщины Которой я типа Прихожу И она, блядь Вздохнула В полной груди Выдохнула, блядь Уж не нашла слов Блядь Забыла сценарий И просто Это же пиздец И это вставили Финальный монтаж Я вахуй Ну она реально Единственная Кто играет Старается Уверена? Юля, да прекращай уже Ну почему ты его Постоянно подозреваешь У Юли всегда С мужчинами не ладилось Ей правда не везло Ну только этим Я могла объяснить То, что она постоянно Ждала от них Чего-то плохого Так так и есть, блядь Потому что ты, Машун Очень у нас наивная И тебе уже сто раз А я вот и наивная Поэтому я одна живу Я не наивная, блядь Если мужика не будет Значит никто не наебет Правильно же Все, значит Доверять в наше время нельзя Они этим просто пользуются Да я никаким мужчинам не доверяю Я верю только Никите И вообще, мне кажется Ты его просто Недолюбливаешь Нужен этого Никита Долюбливаешь, недолюбливаешь Просто мне со стороны Виднее Да у тебя паранойя Угу У меня паранойя А вот ты, Машенька Слишком у нас доверчивая Да И вообще Я бы на твоем месте Была бы поосторожнее Мало ли Ну, чем заразит Юля Это уже перешло все границы Бля, я бы сейчас сказал Чем заразит она Ну ладно, не буду Юлины подозрения Я пришла к ней Дверь в квартиру Оказалась открытой Войдя в комнату Мария увидела Юлию Вместе с Никитой Заказывайте Заказывайте, ребят Заказывайте Корпоративы Расследования Частных детектив Семейные скандалы Поиск потерянных документов Все угадаю Вообще Я, блядь Ну, не знаю Нахуй я стримлю Если я могу быть сыщиком Нахуй Я на седьмой минуте Я помню Прекрасно Я на седьмой минуте Сказал, что она Замешана Обращайтесь Обращайтесь, блядь Как вы могли Такого я вообще Не ожидала увидеть Она еще в платье Которое Она шила Разобрана Сверхморозов Изменять Изменять Заниматься любовью С парнем подруги В платье Которое тебе Эта же подруга И сшила Бля Мразотское рукопожатие Уважаю Они обнимались И не сразу Меня заметили Все было очевидно Но Я все равно Не хотела верить Своим глазам Это было так мерзко Мой парень И Моя лучшая подруга Он, конечно, блядь Ну Вот этот чел, конечно Такой Немножко Немножко Нашел С кем изменять Нашел Мария Ефанова Узнает, что ее Молодой человек Подрабатывает Да нахуй ты нам перескажешь Мы же видели Блядь, ты заебал меня Маша, Маша Маша Я не хочу тебя видеть Ой, не Ой, не Я не хочу видеть Ты скажи Скажи, что ты А, я понял Короче, она Эта подруга Все подстроила Ты первая полезла Скажи Скажи Скажи, что ты первая Ко мне полезла Скажи Бля, хуел Говори, блядь Охуел Я ничего не делаю Как ты волк Маша, я не виноват Я не виноват На нахуй Пошел вон Я уже просто не выдерживала Эмоции зашкаливали Скажи Хотелось куда-нибудь убежать Никого не видеть Ничего не слышать Но Никита меня не пускал Прогнала возлюбленного А, вон она Прогнала Он все время говорил Говорил что-то Но я не могла это слушать Мне казалось Он опять меня сейчас заболтает И лапши в меня на уши навешает Сердце бешено колотилось Мне лучше Скажи Мне казалось, что я вот-вот Потеряю сознание Мне было просто физически больно Когда Юлия закрыла за Никитой дверь Мария заговорила с ней Как ты могла Ты же моя подруга Я тебе доверяла А ты А что я Маша? Я ничего такого не делала Между прочим Так что не переживай А, ну все Да, наверное, потому что я не вовремя пришла Ну все, надо пойдем чай пить, хули А, ты не... Я думал, ты что-то сделала Раз ты ничего не сделал Ну все, тогда, блядь А что я башку ебу, правильно? Ты городки очень вовремя пришла Ты забыла, что это я тебе смс прислала С просьбой прийти Что я тебе дверь открытая оставила А? Хуйно Ну зачем? А затем, Машенька А затем? Чтоб ты наконец поняла, какой Никита твой предатель Мне показалось, что я сл... Бля, ну, охуенная подруга, я считаю Так, бля, здорово Ушелась Юля вела себя, как ни в чем не бывало Ей явно ни за что не было стыдно Да она чуть ли не гордилась тем, как все вышло Это проверка, да? А-а-а Все подстроила Молодец Бля, хорошая подруга, вообще, я считаю Да, для тебя же дурочки старалась Потому что Никита твой тебя за нос сводит, а сам с другими бабами спит Подожди, я... Я что-то не понимаю Ты... ты переспала с Никитой, чтобы я... Да не переспала Это же бред какой-то Я с ним, между прочим, не переспала И это никакой не бред Я чувствовала, что он с гневцой Вот и проверила Действительно Стоил он его только деньгами помоить Сразу прискакал, понимаешь? И готов был со мной молчь привезти А тебе, небось, сказал, что задержится, да? Никита с тобой за деньги? Да Никита со мной за деньги Так, Маш, я понимаю, что для тебя это шоковая терапия Но это даже хорошо Э-э... Теперь ты понимаешь Что твой Никита на что угодно Бля, ну это лучшая подруга, я считаю Просто потрясающе Готов ради денег Бля, из X-Files, что ли, музыка играет? Вы слушаете? Послушайте задний фон Ради денег Это же это... Ну реально же Реально просто перестучали X-Files, бля, музыка Я ваху и, блядь Страшная безысходность Это... Ошеломлено происходящее Плани злость, неотчаяние Полное разочарование Ошеломлено, блядь Еще совсем недавно я так радовалась X-Files, треугольник в чат прилетел Никита мне не изменял И так... Гля, обожаю чат на твече Винил себя за то, что я ему не сразу поверила А оказалось все наоборот Он мне врал И даже готов был переспать с моей лучшей подругой за деньги Я поняла, что совсем не знала этого человека Следующим утром Никита пришел к Марии Ходи, зачем ты пришел? Маша Послушай, да я тебе все объясню Я не хочу тебя видеть Маша Ты меня постоянно обманываешь Да, Маша, ну... Не трогай меня Да, Маша, ну то, что... Хочешь сказать, что мне показалось То, что ты видела, это не то, что было на самом деле Так То, что ты видела, это не то, что было на самом деле Да ты вся горишь Ты температуру мерила? Может, будешь утверждать, что вы просто так с ним лежали? Если ты помнишь, мы стояли Ну да, кстати Для того, чтобы лечь он недолго осталось Так Мне было противно смотреть, как Никита пытается выкрутиться Придумывает какие-то небылицы Лучше бы он вовсе не приходил Так, сейчас я тебе все объясню Как все было Давай У меня проблемы с деньгами Я уже не знал, у кого занять И я позвонил ей Она согласилась Да? Да А Юля мне немножко по-другому все рассказала Да? Да Она сказала, что она предложила тебе переспать с ней за деньги И ты согласился Блять Количество вздохов и выдохов за эту серию Я просто, блять, не сосчитать, нахуй Каждый второй Я, блять, его АСМР Не знаю, как у Юлии У меня есть доказательства Вон, читай Никита показал Марии СМС-переписку с Юлией в своем телефоне Там действительно речь шла только о том, что он возьмет у нее деньги в долг И обещает вернуть через месяц Включив в телефоне громкую связь Мария и Никита позвонили Юлии Сначала-то отпиралась от предъявленных ей обвинений Но вскоре призналась, что не верит Никите И не хочет, чтобы ее подруга встречалась с недостойным ее человеком Вот видишь А что у тебя за проблемы с деньгами? Да все те же Я просрочил платеж за Аль на учебу Теперь ее могут отчислить, если я вовремя деньги вынесу Ну почему ты мне все сразу не сказал? Так он тебе сказал, блядь, в начале серии еще Да, Маш, ну я для тебя в последнее время как Какая-то сплошная проблема Я не хотел тебя обременять Ник, я дам тебе эти деньги, слышишь? Я у тебя ничего не возьму Давай я лучше тебе станцую Чужой человек Я сниму с карты и дам Вернешь, когда сможешь Аферист Ладно Блядь, да он ее наебал, он тебя наебал А ведь опять у нас возникли проблемы Он тебя наебал До того, что Никита не рассказывал. Ладно. Он сказал мне о своих трудностях. Было же. Тебя опять у нас... Вернешь, когда сможешь. Было же. Ладно. А ведь опять у нас возникли... Я обвиняла его, бог знает в чем. Верила, кому попало. А он был ни в чем не виноват. Да он... Да он тебя наебал. Мне порядку надоела эта история, и я решила хоть как-то его поддержать. А ну, подруга, прочнись, он тебя наебал. На следующий день Марии позвонили из полиции и, не объясняя причин, вызвали к следователю. А в каких отношениях вы с Никитой Казанцевым? Это парень мой... Ну, в смысле, мы встречаемся. А что с ним? А он задержан за хранение наркотиков в результате облавы в стрип-клубе, там, где он работает. Что? За хранение наркотиков? Этого не может быть. Я была просто в шоке. Чего угодно могла ожидать, но только не этого. Узнала, что Никита задержан за хранение наркотиков. Даже с ушам своим сначала не поверила. А тут вдруг вспомнила о его вечных проблемах с деньгами, и сразу все стало на свои места. Никита наркоман, и деньги ему нужны были на наркотики. Я бы в жизни не подумала. Когда вновь вы вместе? Когда вновь вы вместе? Два с половиной месяца. Но у нас... Все серьезно. Вы живете с ним? Нет, но... Мы часто видимся, и... Он ночует у меня. Иногда. И что, вы утверждаете, что за все это время... Оператор сам в ахуе. Что, не замечали за Никитой? Ну да, не замечала. Послушайте, Маша. Опа-опа, допрос пристрастием. Адвокат, 51 статью, бери все. С адвокатом только разговаривай, это пиздец. А наоборот, сотрудничать с полицией. Мы подозреваем, что Никита Казанцев не только употреблял и хранил... Все, 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 51, бери это пиздец. Не, 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 вообще не разговаривай. Скажи только присутствие адвоката, это же пиздец. Торговал? Так вы же сказали за хранение. Да, торговал. Ну а что, был дилером. Стрип-клуб для этого идеальное место. А доказательства? Нахуй, бля, нахуй. Это, при себе нашли вес, значит, продает. Ну реально же, все, он будет знать. Этого не может быть. Да у каждой... Блядь, интернет падает, нахуй. Ну, каждой секунду на нее наклоняется такой, слушай меня сюда. Поэтому, Маша, я советую вам все вспомнить и рассказать следствию. Это очень важно. Да я, я правда ничего не знаю. С каждым словом следователя, мне становилось все хуже. Даже не знаю. Это, короче, это, подруга ее подкинула. Она же, короче, лапала его, вот когда она заходила в квартиру подруги, где ее парень был, ее подруга, да, обнимались. Она, видно, прямо его за задницу лапала. По всей видимости, она ему, ну, подкинула в этот момент. Почему я не предавала знать? А потом полицию вызвала и сказала, что вот такой-то там продает. Ну, типа, его просто, ну, задержали. Этим вечным проблемам с деньгами у Никиты. Да потому что верила, что они на учебу Аллы. А о наркотиках я даже и подумать не могла. Мария Ефанова узнает, что ее молодой... Да ты заебал... Нахуй ты мне это перескажешь? Ты доебал, блядь. В крайне подавленном состоянии Мария вернулась домой. Спустя несколько часов... О, явился, не запылился, ну рассказывай. ...пишел Никита. Как себя чувствуешь? Зачем ты пришел? В варенье. В варенье. Принес. В варенье? А я думала о наркотике. Да, Маш, ну ты что? Ты правда в это поверила, что ли, Маш? Никита. Ну ты такой, не подозри, в капюшоне, в пальто, в капюшоне ходишь какой-то такой мутный, темнее, вообще не продаван. Сколько это будет продолжаться? Каждый день что-то новенькое. Зачем было врать про деньги, про Аллу? Ты что? Ты вообще в своем уме? Ты могла бы в это поверить? Скажи! Ты не что, первый день знаешь? Ты могла бы вообще подумать, что я наркоман, да еще и торгую этой дрянью? Ты что, скажешь, это неправда? Конечно, я скажу, что это неправда. Это неправда. И в полиции меня проверили. Можешь быть спокойно. Знаешь? А, ну если у тебя в крови нет, но у тебя при себе вес был, значит, ты продаешь его, чел, блядь. Они убедились, что я не наркоман, не драгдилер. Мне стало немного легче. Я сразу не сообразила, что Никиту не выпустили бы без проверки. Значит, он был чист. Ну а что же тогда произошло? Но пока вообще серия такая себе, потому что я уже разгадал, это опять подруга. Я вам серьезно говорю. Я не знаю, что произошло. Я знаю только одно, что мне эту дрянь подбросили. Ну я же говорю, это подбросило, это самое. В полиции убедились, что моих отпечатков на пакете нет. Значит, меня кто-то подставил. Кто мог это сделать? У меня врагов-то нету. Бля, интересно, кто же, бля? Кто же это мог? Сейчас, 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 сейчас. Кто же это мог? Так, бля, вот мне, вот надо подумать, не подставлял ли меня никто вот недавно? Да вроде никто меня не пытался подставить на днях. Да значит, бля, ну вот не угадаю. Кто же мог? Слушай, если это Светлана... Ура, бля, Светлана? А знаешь, эта стерва на многое способна. На, на, на многое. Да даже если так. Ты все равно не докажешь, никому ничего не докажешь. Ну это мы еще посмотрим. Я не собиралась пускать эту ситуацию на самотек. А? Мало Никите было неприятностей, так еще и это на него обрушилось. Мне в голову пришел только один человек. Это Светлана. Только она могла совершить такую подлость. И я решила все разузнать. Нельзя было и дальше ей позволять рушить нашу стеки. Как? Подойдешь, спросишь у нее, бля? Ты решила реально подойти, такая... Это ты? На следующий день Мария отправилась в стрип-клуб, чтобы объясниться со Светланой. При входе в клуб она столкнулась... Блядь, да нахуя тебе это, блядь? У тебя подруга? Блядь. Ой, балбесина. Нахуй ты к ней пришла? Нахуй она тебе сдала? С ней самой. Слушай, что тебе это мне опять нужно? Мне нужна правда. Зачем ты Никиту подставила? В смысле подставила? В прямом. Зачем ты ему наркотики подбросила? Какие нар... Блядь. Сзади... Сзади написано кафе-бар, ребят. В смысле подставила? В прямом. Кафе-бар. Он что, в кафе-баре танцует, блядь? Это что? Где-то сидишь, блядь, Цезарь ешь, и тебе мужик танцует? Нахуя кафе-бар, блядь? Зачем ты ему наркотики подбросила? Ульяна стриптиз-клуб, кафе-бар, блядь. Какие наркотики? То, что Никита... Какими наркотиками? Я знаю, все знают, но я-то здесь при чем? Ах ты вот как решила. Ну хорошо, только имей в виду, Никиту выпустили, и он ни в чем не виноват. А вот ты теперь не отвертишься. Слушай, что-то к ней привязалась-то. Нужно было мне с вами связываться. Ты мне так с лучшей подругой рассорила. И это только начало. Имей в виду. Я все расскажу. Я все расскажу в полиции. Про твою клевету на Никиту. Слушай, когда это было? Я твой Никиту уже не нужен. Я забыла уже все. Это было на днях, ну ладно. Ебать ты ветреная немножко. А я вот не забыла. О-о-о. Не ожидала, что ты на такое способна. По баллончикам едет. Слушай, я ничего не делала. Ну, например, в ГТРП. Алло, у меня в клубе даже не было автосмена. У кого хочешь, зайди спроси. Я видела, что Светлана не врет. Конечно, пригрозила я ей тем, что проверю. Но в глубине души знала, что этого можно и не делать. Ну вот, блядь. Во-первых, она сильно испугалась. Хорошо, методом исключения. Кто это может быть? Давай, давай, ты догадаешься, у тебя получится. Похоже, она и правда была неправда. Давай шей все нитки этого преступления. А, нормально, она швея. Причем? Ну тогда кто же подкинул Никите наркотики? Проснись, давай, блядь. После разговора со Светланой, Мария вернулась домой и принялась за работу. Неожиданно в дверь позвонили. На пороге стояла сестра Никиты Алла. Никита, где он? Здесь я ему не могу дозвониться. Где он? Алла. Она приторченная пришла или что? Что с тобой? Никита, он на работе, все хорошо. Он просто, у него телефон разрядился и... А приторченная пришла, нет? Зарядная дома. Ты мне врешь, ты мне все врешь, Денис Гидар! Такойся, тихо, Алла, ты что? Ты вся дрожишь. Тебе сделать чаю? Да. Нет, нет, мне нужны деньги. Мне нужны деньги. Опа! Сколько тебе нужно? Много. Много? Сколько тебе нужно? Много? Мне нужны деньги. Я дам тебе, сколько тебе нужно? Много. Много. Мне тоже, ребят, много надо. Держи, хватит. Нет, этого мало, этого мало. Алла, да что с тобой? Даже на порожняк не хватит, что ты? Не, ну ладно, на основу не хватит, на порожняк-то должно хватить. Мне нужны еще деньги. Ты что, я подумал? Не денег, не говори. Да, пожалуйста. Не вырвывай денег. Я принесу, у тебя есть еще, я принесу. Осторожно выйдя в прихожую, Мария схватила свою сумку, после чего выбежала на лестничную клетку, закрыла дверь в квартиру и стала звонить в полицию. Я такого страху на терпелась, никогда ничего подобного не переживала. Это было как в фильме ужасов. Пришла ко мне Алла, но она была сама не своя. Ни с того ни с сего заорала, на меня стала требовать деньги, а потом набросилась с ножницами. Я думала, она меня убьет. Нихуя пиздарики, конечно. Прибывшая полиция увезла Аллу и Марию в отделение для выяснения обстоятельств. После беседы с обеими задержанными следователь отпустил Марию. Значит, я могу идти? Нет, у меня к вам еще пару вопросов. Присаживайтесь. Что же вы, Маша, всю правду не сказали о сестре вашего друга? А, какую правду? Что же вы всю правду не сказали, блядь, сука, такой мент. Какую? То, что она наркоман, конечно же. Что? Алла наркоман? Он собой доволен, этот человек собой доволен. Мамка? Ну этого быть не может, я... На меня мама с ножницами бросалась всегда, там, бывшие парни, и они че, тоже седорковались? Я, честно... Я думал, это поведение адекватного человека, ну, трезвого, блядь, а оказывается, это так она, блядь. Слово я не... Блядь... Не знала. Так это, получается, она под кайфом была, когда... Блядь, серьезно, блядь? Я думал... Она меня набросилась. Скорее, в поисках кайфа. Ломка у нее была. Ломка! Следователь сообщил Марии, что это Алла подбросила наркотики брату, в чем сама и призналась на допросе. Алла в тот вечер уже успела купить наркотики и подошла к Никите, ну, просто, чтобы пообщаться. А тут облава. Ну, она испугалась, замешкалась. Решила, что Никиту не будут проверять. И сунула ему наркотики. Даже не представляю, чем это могло для него закончиться. Ну, как бы там ни было, наркотики все же нашли. Алла об этом ничего не знала. Так как до следующего вечера с ним не связывалась. Ну, да, он ей тоже не звонил, не говорил, что его задержали. Не хотел волновать. Да, а потом она начала его искать. Да, а потом она... Чтобы свою дозу забрать. В этот момент агрессия у них просто зашкаливает. Да уж, страшно вспоминать. У меня это просто в голове не укладывалось. Бедный Никита так трясся над своей сестрой. Жил и работал ради нее. Пытался заменить ей родителей. Вот так. А она была наркоманкой. Узнав о случившемся, Никита приехал к Марии. Девушка как могла старалась поддержать возлюбленного. Хороший мой. Ну, ничего же страшного не произошло. Да нет, Маша, произошло. Я так... Я в печали. Я сейчас танцую грустный стриптизм. С очень грустным лицом. Типа... Ну, самое главное, что мы теперь все знаем. И что Алло теперь будут лечить. Да она же, когда у тебя набросилась, она в таком состоянии была, что она могла тебя убить. Конечно. Если бы с тобой что-то произошло, я бы себе этого никогда не... Я бы тебя не с тобой... Простил. Да ты ничего... Бля, а почему он у него газует вообще, даже когда приятности ей говорит? Он не виноват. Бля, опять эта музыка началась. Ребят, треугольники в чат. Ты же... Ты же не знал, что она... А не, это не она, не она. Каманка. А не, она, похоже. Ты, блядь, и наркотики ребенку покупал? Ну как, она не особо-то ребенок. А что бы они... Нет, они на лечении. А, лечением. Я думал, ты ей наркотики покупал. Ты сразу балбесил. Ничего не сказал. Да я тысячу раз пытался тебе сказать. Я даже собирался, но у меня как-то язык не поворачивался. Я... Ты думал, что я тебя брошу? Если честно, да. Глупенький мой. Я же тебя никогда-никогда не брошу, слышишь? Бедный. Бля, пиздец, мелодия реально похожа. Нахуя не... Как же ты сам с этим всем справлялся? Я взял огромный кредит на лечение. Как-то я его пытался отдавать. Че, вылечил? Пенег не хватало, я устроился в этот клуб. Я думал, что все уже в порядке, что она выздоровела, но... Но она опять на эту дрянь подсела. Ужас какой. Ну, все будет хорошо, слышишь? Я с тобой, и мы обязательно выкарабкаемся. Я очень сочувствовала Никите, и надеялась, что он наконец-таки понял, что я его не брошу и всегда помогу. Все это было... Сочувствует Никите. ...неприятно и болезненно. Но я верила, что вместе мы справимся. Ведь самое худшее было уже позади. Та ты шо, какие они счастливые! Мария и Никита оплатили лечение Аллы в хорошей наркологической клинике. Никита ушел из стрип-клуба и устроился на работу в солидную фирму. В солидную фирму по стрип-клубу. Вскоре Мария узнала, что ждет ребенка, и они с Никитой решили пожениться. Та ты шо! В тот день молодые и счастливые, они вышли из ЗАГСа. Ну что, Мария Казанцева, разрешите вас поздравить? Разрешаю. Маш, ты не сильно расстроилась, что у нас все так, ну, скромно? В смысле? Ну, в смысле нет. Ни свадебного платья у тебя, ни ресторана, ни лимузина, ничего этого. Да, ребят, по залету, блядь. Мне не нужно ничего этого. У меня есть ты, наш малыш. Да нет, нужно. Я обязательно все устрою. Настоящий праздник. И все будет. Ну-ка дай денег, блядь, или я в стриптиз по этому празднику. Патья вы настоящие. Я все устрою. И путешествие, и остров. Все будет. Только деньги появятся. Это все ерунда. Ну ты потанцуй еще немножко. Да не ерунда, правда. Я все устрою. Это все ерунда. Я люблю тебя. О-о-о-о. Я тебя. Все время мне казалось, что Никита от меня что-то скрывает. Я его подозревала, обвиняла в чем-то, а он был не виноват. У него была всего лишь одна тайна, которую он не хотел выдавать. И я его понимаю. Сейчас стыдно вспоминать, что я сразу начинала верить во все плохое, что говорили о Никите. И, наверное, это к лучшему, что он не сразу мне все говорил. Зато теперь я знаю, на какие жертвы он готов ради тех, ковыми. Женщина, да, она красивая, реально. Ой, совет вам да любовь, пиздец, блядь. Ну такая немножко слабоватая серия, если честно. Но мне очень понравилась концовка. Самое смешное, что она один раз не вылечилась, но дорогая клиника помогла 100%. Это как вообще, ну сколько я видел этот самый, общался и видел наркоманов, там вообще похуй, типа, дорогая клиника, недорогая, все равно, это навсегда вообще. Ну реально. Зависимость это такая, с которой наркоманам придется всю жизнь бороться. Серьезно.